Привет всем хорошим людям! Сегодня тема такая, как долго и сколько стоит вернуться в профессию в США, на моем примере. Я хочу сказать сразу, если вы приезжаете в 20-30, не теряйте время, идите сразу же учиться. И тогда вы можете избежать много разных всяких мелочей. Конечно, это будет не дешево, но здесь вообще ничего не бывает дешево. Итак, на моем примере. Я приехала из России, и у меня был, конечно, опыт работы в школе. Я учила старшую школу математики. Сюда я приехала, и я точно знала, что я хочу продолжить делать то, что я умею. Но одно было «но», что я совершенно не говорила по-английски. Как бы та школа, которая у нас была еще в советское время, плюс, конечно, я никогда не слышала настоящую американскую или английскую речь. И у меня там были какие-то, я так очень была горда, что я знала там 100 прилагательных, 100 глаголов и так далее. Но уж, честно говоря, я не знала даже, что с ними делать. А в ноябре 2011 года я сюда приехала по туристической визе. Опять я так промотаю, да? И в ноябре 2012 года мы поженились, и вот это у меня пошел отчет иммиграционного процесса, который для многих занимает очень много времени. Но так как мне муж все правильно сделал, у нас процесс прошел очень быстро. То есть буквально через некоторое время я получила грин-карту, и вот наступил 2013 год, я подала потом разрешение на работу, получила права. И уже в феврале 2013 года, то есть это получается декабрь, январь, февраль, через три месяца, вот у меня уже все это три было, я решилась пойти на работу. Хоть нифига не понимаю людей, не могу вообще изъясняться. Я пошла, меня в школу приняла, не знаю, ассистентом учителя. И там я просидела пять лет. Я училась, я слушала, я повторяла. Меня все так же кидали там на замену или так далее, но я все воспринимала как нормальное дело. И уже только после пяти лет я решила все-таки на большой шаг. Эти пять лет я, конечно же, не сидела вот так сложа ручки. Мы сделали очень много важных дел. Первое — это послали документы на эвалюацию моего диплома. Тоже занимает время. Понимаете, нужно, чтобы это все было готово. Они эвалюировали мой диплом. У меня получается по здешним меркам мастер-дегри, то есть у меня мастер. И хорошо, этот у нас шаг был сделан. Дальше я начала, ну мы начали смотреть, и в общем, что нужно для того, чтобы получить лицензию. Потому что каждая профессия здесь нужна лицензия. Посмотрела, что нужно сдать три теста. Сразу же, почему-то с разбегу я решила сдать TOEFL. И в общем-то была приятно удивлена, по-моему, через год я сдала этот тест. Каждый тест стоит, я вам хочу сказать, что они там варьируются немножко, но все около 300 долларов. Им не важно, сколько раз вы будете сдавать тест. Но есть такое дело, как только вы прошли тест, он срок годности. Каждый имеет срок годности два года. Я вообще самоучка с самого начала, то есть я поняла, что мне нужно сдать General Education, это всеобразовательный такой тест по всем предметам. Потом и два специфических теста по поводу моей специфики работы. И я на Амазоне заказала учебники, это study guide называется, посмотрела на curriculum, то есть каждый тест имеет список такой, какие аспекты там будут спрашиваны, вопросы. Блин, вообще мой русский вообще меня покинул. Вот, и я начала этим заниматься. Первый раз я открыла эту книгу, я вообще ничего не могу понять. Я каждое предложение читала со словарем, где мне нужно из 8 слов перевести 7, понимаете. Это было очень сложно, то есть я захлопнула. Через некоторое время опять я вернулась, я думаю, а, я понимаю чуть больше. И вот так вот у меня поэтому этот процесс занял 5 лет. Но через 5 лет я решила, как я сказала, решилась на большой шаг, я подала на работу учителя в своей же школе. И меня приняли. Я попала в очень хорошее время, когда Оклахома очень сильно нуждалась и еще нуждается, я так думаю, что и будет нуждаться с их политикой в учителях. Потому что учителя многие переезжают в Техас, там они предлагают гораздо больше заработки, там, конечно, и жизнь подороже будет стоить. Ну, неважно, сейчас мы не в эту политику. И поэтому я воспользовалась этим моментом, когда они давали emergency license, как они называются. И они мне дали вот такую на 2 года. За эти 2 года я сдала все 3 теста, которые нужно было сдать для квалификации. Ну и как бы так с радостной душой я послала, ну там же COVID еще, понимаете, так хитанул наш немножечко. И я с радостным таким настроением послала свои документы на настоящую теперь лицензию, потому что все я сдала. Я подумала, что ну вот, я же выполнила все их условия, поэтому я должна получить нормальную лицензию. Но не тут-то было, потому что здесь очень высокие стандарты на каждую профессию. Они мне ответили, что дорогая Светочка, мы, конечно, очень рады, что вы хотите учить наших деток, но нам нужно главное знать, что вы как бы умеете разговаривать с ними. И сказали, что мы, конечно, понимаем, что у вас очень хорошее образование, но так как у вас образование из-за рубежа, не с нашей страны, то вам нужно выполнить кое-какие условия. То есть обратно идти в колледж и там взять специальную программу 12 академических часов. Вот. И вот здесь вот как раз, вот здесь как раз, по-моему, COVID-19 и нас всех накрыл, когда все центры, где можно было сдать тест, были закрыты, все носили эти дурацкие маски и так далее, и так далее. И я немножечко, мне не хватило времени, немножечко. Мой муж очень сильно возмущался и считал, что нам нужно нанять юриста, который должен защищать мои права, что типа, что им еще нужно. А я сказала, что я не боюсь учиться, мне даже это нравится. Но я хочу еще сказать такой момент, что как только я начала работать учителем, у меня столько было тренингов, здесь повышение квалификации идет постоянно. Здесь вот все, что нужно тебе знать, плюс выше, 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 я не знаю, куда выше, но мы все карабкаемся. Поэтому я смотрела, ага, мне вот это нужно и вот это нужно. И когда ты уже в системе, тебе вообще ни за что не надо платить. Все уже оплачено. Идешь туда, только пальцем покажи. Есть много вообще разных предложений. Я помню, мы с Дебби посреди лета, вот на мой день рождения, в конце июня, поехали на какие-то курсы математики в Оклахома-Сити. Мы там классно зажигали каждый день после уроков, после четырех часов. И там все, отель нам оплатили, каждодневные дали. В конце концов, их потом еще и увеличили в три раза. Мы, короче, классно провели неделю, а потом еще и получили большой чек с четырехзначных. Короче, если не отвлекаться, чтобы пойти мне в колледж, что ли, то есть в университет, мне нужно сдать вот этот TOEFL. А я думаю, ну у меня аж он уже есть. А потом я не посмотрела-то на часы, а два года-то прошло. Короче, мне нужно было его пересдавать. Понимаете, каждый экзамен – это 300. И самое интересное, что на этот именно курс нужно проходной балл, там гораздо выше. И я сдавала два раза, не добираешь только один-два балла, один-два балла. Потом я даже расстроилась вообще, как бы остановилась, думаю, так, успокойся. Пока почему-то не какой-то там был ретроградный Меркурий. И один астролог сказал, говорю, сейчас ничего нового начинать не надо, но вот пересдать что-то будет сам о том. Я быстренько оплатила, в эту же неделю сдала тест, и там вообще у меня аж зашкаливал. Короче, прошло. И с этого момента я начала брать класс каждый семестр. Каждый семестр. Некоторые мои коллеги, они берут по два, по три класса. Я такой себе позволить не могу. У меня full-time job, у меня английский не первый язык, поэтому я беру один. Представляете, какой тест самый сложный? TOEFL. Для тех, кого английский не первый язык. Это, я не знаю, кто такой тест придумал. Они его настолько усложнили. И всё по времени, это, на основном, такой придает тебе стресс. Такое ощущение, что ты вообще гоняешься за всеми белками, и не можешь их догнать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Конечно, если тебе нужно 80-86, это баллов, это фигня. Если тебе нужно больше 95, и так далее, тут, конечно, приходится попотеть. Но последний раз я уже применяла все свои стратегии, которым я учу детей. И, в общем-то, они работают, оказывается. Я им так и сказала. Говорю, вот тому всему, что я учу, я испытала на себе. И я это тест дала. Короче, снова перемотаем. Я очень сумбурно говорю, уж простите меня, потому что столько всяких мелочей, хочется и туда, и туда завернуть. Вот это мой 10-й год я заканчиваю в школе, да? Не считая вот тех там чуть-чуть. 10 полных лет с небольшим. И думаете, я что, выполнила все? Нет, мне остается еще один семестр. Я не могу его взять летом. Я его возьму осенью, потому что летний я уже взяла. То есть вот этой осенью будет последний семестр. Каждый семестр стоит полторы тысячи долларов. А обучение, ну, совершенно не такое, наверное, как было в моем представлении. Никаких лекций нет, никаких нет. Ты покупаешь учебники, все идет онлайн. У нас, получается, зум-класс по 3 часа каждую вторую неделю. Ты с учителем, она там рассказывает, объясняет, что мы там принимаем участие. Вся основная часть лежит на твоих собственных плечах. Ты читаешь, осмысливаешь, воспроизводишь ответ. Все. Вот. Конечно же, деньги на дороге не валяются, но я очень рада, что все-таки мне пришлось... Я вижу теперь смысл, почему они это требуют. Потому что за эти даже 3 семестра уже я уже поняла, насколько уровень английского сразу же вышел. Потому что это совсем другое, это не бытовой, это академический язык уже, академический, да. То есть у меня свободно уже выходят эти слова, я их использую на каждой дневной основе. Письмо намного улучшилось, намного. Если раньше, ну, как бы, у меня муж всегда проверяет, он мой такой официальный эдитер, я когда пишу, там, большой доклад и так далее, и он меня всегда проверяет. Ну, вот последний семейстр он сказал, я, говорит, заметил, что у тебя практически нет ошибок. То есть получается, ты не работаешь так ни за чем и ни за что. Ты работаешь для себя, и оно, конечно же, обязательно приносит пользу. Особенно, когда ты не просто здесь слушаешь, а ты, собственно, сам все это и делаешь. Такие дела. Короче, если подытожить, такая краткая информация, да. С момента того, как я пошла работать в школу, первые пять лет я просто слушала, пыталась что-то понять людей, пыталась воспроизвести, повторяла за учителем. То есть мой английский очень-очень медленно, медленно, но все-таки рос. Через пять лет я подала, стала работать учителем, первые два года вообще как в тумане. И за эти два года я сдала все свои тесты, потом был COVID, вообще год был просто выброшен из жизни. И вот эти последний год, получается, я беру три семестра, мне еще один, и, можно сказать, будет готова. Но на это все ушло вот 10 лет. Это мой десятый полный год в школе. Жалею об этом, а абсолютно нет. Я от всего получаю кайф и удовольствие, мне это нравится. Когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, что тебе нравится, и ни разу я не пожалела о том, что я выбирала именно вот этот класс, вот эту группу возрастную, не пошла в старшую школу. Это было самое мое правильное решение.